Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Краевые власти не возражают, что возрождать парк Изумрудный возьмутся сами горожане. Об этом журналистам заявила начальник управления имущественных отношений края Елена Зинкова на прошедшей пресс-конференции. По словам руководителя, после нескольких публикаций в СМИ, в ее ведомстве оценили реальность такой народной инициативы и готовы поддержать барнаулцев. Если бы граждане беспокойны, а их очень много, я вас уверяю, люди бьют во все колокола. Если граждане пожелают это сделать, мы пойдем вместе с ними. Единственное, что хочу чуть-чуть оговориться, что, наверное, как-то схему посадки деревьев все-таки надо с городом согласовать, чтобы там нечаянно не нарушить, может быть, какие-то коммуникации. Елена Зинкова отметила, что краевые власти намерены сохранить парк в его классическом варианте и найти инвестора. Сейчас территорию парка готовят к проведению аукциона. Власти должны принять акт приема передачи земли от бывшего арендатора компании «Лидер». Но это осложнено тем, что юридическая судьба некоторых объектов неизвестна. Предстоит выяснить, кому принадлежат бассейн, скалодром, бывший автодром, небезопасное колесо обозрения. Вопрос сдвинется с места после судебного заседания по факту приема передачи, которое состоится 28 февраля. Также ждут решения городских властей о проведении аукциона. А вот обновленный театр кукол «Сказка», который сейчас активно достраивается, зрители смогут посетить уже этим летом. Накануне чиновники, руководство театра и журналисты посмотрели, как идет стройка. Напомним, реконструкция «Сказки» началась в декабре прошлого года. Старое здание полностью снесли и на том же месте начали строить новое. На эти цели направили почти 300 миллионов рублей. Сегодня строительство завершено наполовину. Построена аванс-сцена, ложе управления звуком, металлический каркас сцены. Сейчас ведутся работы по прокладке коммуникаций в подвале, строят перегородки и монтируют внутренние инженерные сети. Площадь нового театра составит 3500 квадратных метров. Это на тысячу больше, чем было у старого здания. Здесь разместится фойе, буфет, кассы, гримерки, две сцены, специальная зона для хранения кукол. Кроме того, в «Сказке» появится современное немецкое световое оборудование и большой светодиодный экран. Такого театра в городе пока нет ни одного, отмечает руководство. Всю строительную работу подрядчик обещает завершить вовремя, уже летом. Сегодня более 24 тысяч алтайских школьников, выпускников девятых классов, проверят свои знания по русскому языку непривычным для многих способом в ходе устного собеседования. Это испытание станет допуском к государственной итоговой аттестации. Новый экзамен состоит из четырех заданий. Участники прочитают вслух предложенный текст, а после перескажут его. Также нужно будет высказаться на одну из выбранных тем и поддержать дискуссию с преподавателем. На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Экзаменаторы оценят правильность интонации, полноту ответа и наличие речевых ошибок. Как отметили в региональном министерстве образования, экзамен ввели, чтобы проверить навыки самостоятельного мышления ребят. Результатом испытания для школьника станет зачет или незачет. Ну а у тех, кто не справится с собеседованием или пропустит сегодняшнее испытание по уважительной причине, будет возможность пройти его 13 марта и 6 мая. Ну а тем временем единый госэкзамен в Алтайском крае в этом году будут сдавать почти 13,5 тысяч учеников. Они уже определились с предметами по выбору. Самым популярным, как и в предыдущие годы, остается общество знания. Его предпочли сдавать 6 719 участников. На втором и третьем местах физика и история чуть меньше желающих проверить знания по литературе. А вот число выпускников, выбравших экзамены по информатике, химии, английскому и биологии, увеличилось. Четыре выпускника из Барнаула, Белокурь и Хейбийска и вовсе пожелались сдавать китайский. Напомним, единый госэкзамен традиционно пройдет в три этапа. Досрочный стартует 20 марта, основной пройдет с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. Между собой, но на этот раз не в умении ставить уколы или измерять давление, а в лыжной гонке. Первенство страны, которое стартовало накануне на Барнаульской базе «Локомотив», поддержало около 150 спортсменов из Уфы, Томска, Кемерово, Тюмени, Алтайского края. Девушкам на время нужно было преодолевать трехкилометровую дистанцию, а парням пройти пять. Сегодня состоятся командные забеги, подведут итоги. По словам организаторов, все ребята проехали хорошо подготовленными. Проявили интерес к зимнему виду спорта даже гости из жарких стран. Будем в следующем году учить много и делать там. То есть уже будете в основной программе, верно я поняла? Да. Не холодно нашим гостям из жарких стран. Мы сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных районах пройдет снег. Температура днем в Белокурихе – минус 7, 9 градусов мороза в Змеиногорске, около 12 и ниже ноля в Рукцовске, Бийске и Заринске. В Барнауле возможен снег. Температура днем – минус 9. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.